Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Иллижей Александр, и мы вместе с вами продолжаем стимулировать развитие жизни, саму эволюцию в игре, которая называется Безды Забегинин. Вчерашний ролик вы приняли очень хорошо, набрали офигенно много лайков, за что вам большое спасибо лично от меня, и я от всей души, от всего своего сердца, всего своего тела посылаю прямо вас в случае добра. Большое вам, друзья, спасибо. Так вот, пока вчера во мне зарождалась радость от вашей поддержки, на нашей планете зарождался первый эволюционный взрыв, который все-таки произошел. Стоило немного поколдовать над ландшафтом, добавить немного жидкости, и действительно, жизнь начала бурлить. Она начала зарождаться, мутировать, эволюционировать, и появились вот такие вот интересные существа, которые здесь называются пекая. И именно от них будет дальше идти эволюционное древо. Так, стой, пекая, дай я тебе покажу. Почему-то после обновлений сенс в игре просто минимальный, и никак его поменять нельзя. Пекая, малышка, вот ты где. Смотрите, какой маленький, милый, ракообразный. Я, конечно, больше люблю анималокарисов, но эти ребята тоже крутые, потому что они являются пищей для анималокарикасов. Анималокарисы, кстати, у меня появились, сейчас я вам их продемонстрирую. Если, конечно, удастся найти этого милоша. Сто пудово в реальности он выглядел супер жутко, и я бы не хотел иметь с ним никаких дел. Не хотел бы с ним встречаться, не хотел бы его трогать. Но то, как его показали разработчики в игре, не может вызывать ничего, кроме умиления. Ну где этот засранец прячется? Вот он и любит прятаться. Он, по-моему, у меня только один, потому что их популяция не такая уж и высокая. По-моему, он был где-то в центре нашей планеты, но я его пока обнаружить не могу. Думаю, со временем это изменится. Оооо, засранец, вот ты где сидишь. Ну посмотрите на это чудо эволюционное, а? Конечно, к сожалению, он представляет тупиковую ветку эволюции И из него ничего не получится по итогу, он просто вымрет Но само его наличие меня безумно радует Хотя нет, знаете, наверное, все-таки для эволюции он представляет особый интерес Он питается пикаей И пикая по итогу для того, чтобы выжить, была вынуждена эволюционировать Потому что она была просто пищей Она начала отращивать новые конечности Меняться начал сам механизм ее организма И в итоге она превратится во все В людей, в террексов, в птиц, кошечек, главное кошечек, собачек Во все, но давайте об этом немножечко позже Анималокарис, мы на тебя посмотрели, давайте дальше развивать нашу планету Как оказалось, действительно, вода сильно влияет на температуру Я пытался бегло загуглить, как это работает Но, честно говоря, механизмов так и не понял Если с возвышенностями и горами, ну, более-менее понятно То почему большое количество воды на планете повышает и температуру Если, друзья, кто-то из вас в этой теме разбирается Пожалуйста, напишите, мне было бы интересно почитать и разобраться в этой истории Да, чисто для общего развития Играя в эту игру, нужно развиваться Игра про эволюцию Черт возьми И я вот думаю, наверное, стоит добавить еще немного морей Или, может быть, каких-нибудь речушек, чтобы температура за... Зашкаливала Опаньки, там вдали что-то есть? А, это просто цветок Может быть, это еще рано делать Может быть, и 40 градусов уже будет достаточно Потому что это действительно довольно высокая температура Ну, ладно, давайте не будем торопиться Просто немножечко перемотаем время вперед Сейчас у нас миллионный год от зарождения планеты И, друзья, очень важно У нашей планеты нет названия Я знаю, что среди вас очень много креативных ребят И давайте вы будете писать варианты планеты названия в комментариях И вместе мы все рассмотрим И обязательно выберем что-то... Что-то толковое Погодите Ээээ Там кто-то родился новый Андрел... А, вот как читать эти названия, друзья? Андреолепсис и Астроспис Наверное, это какая-то Андреолепсис, друзья Это уже рыба Пекая, чёрт возьми, решила эволюционировать И она сказала, всё, с меня хватит Анималокарис, ты, конечно, классный, но я не хочу, чтобы ты меня постоянно жрал Я, пожалуй, буду рыбой, буду быстро плавать и удирать от тебя Потому что, скорее всего, анималокарис был довольно медленным сам по себе Давайте эту рыбу обнаружим И посмотрим, на что она вообще свободна Где можно искать эту рыбку Может быть, где-то здесь Я думаю, она должна родиться в океане Да, это действительно так Щёлк и... Отлично Первобытная рыба у нас на экране Хотел бы я увидеть её на столе Наверняка она очень вкусная И в ней много микро- и макроэлементов Она очень питательная Но выглядит прикольно Я бы не сказал, что как-то доисторично Вполне себе обычная рыбка Просто рыба Я бы не отличил её от любой другой Хорошо Это круто Что у нас ещё появилось? Где-то далеко в реке Как вы видите, жизнь сосредоточена у нас в центре планеты Почему-то она никак не хочет развиваться по краям Хотя жидкость есть не только в центре Она опять же есть сверху Она есть снизу Это у нас тоже новая рыба, друзья Целых две рыбы Сразу на столе За один присест Я бы... А это не рыба Это, в общем, друзья, ракообразный Астраспис Прикольно Но мне кажется Он ни во что суперкрутое не эволюционирует Давайте проверим Чтобы не быть голословным Надо в этом убедиться Левелап получен Шикарно Вот как раз таки С таким инструментом Можно уже нормально Рыть моря и океаны И возводить горы Что я пока делать не собираюсь Я никуда не спешу Температура пускай держится В районе 40 градусов Меня это устраивает Давайте перейдём К нашей библиотеке К нашей энциклопедии И посмотрим Как вообще выглядит ветвь эволюции Можно было бы следить за цветками и растениями Но я думаю, это довольно уныло Ну, пальма такая Пальма такая Ну, какая разница Да, без них планета выглядела бы Пустынной и безжизненной Но, чёрт возьми Думать о растениях Как о чём-то суперкрутом Уникальном Наверное, я не хочу Такс Медуза у нас есть Это антракомедуза Она, к сожалению, вымерла И для того, чтобы Продвинуть эту ветвь эволюции Надо будет её возродить У нас есть цикломедуза Но почему антракомедуза Не может прижиться Я не понимаю А, вот в чём дело, друзья Температура сейчас у нас Слишком высокая Чтобы антракомедуза жила Но ничего По мере развития планеты И появления новых гор И возвышенностей Эволюция, возможно, продвинется вперёд Если антракомедуза не вымрет Тут вот какое дело Она рождается при температуре От 20 до 30 градусов по Цельсию Живёт от 3 до 40 В принципе, она может быть глубоководная Эта медуза Если вдруг получится так Что цикломедуза решит исследовать мир За пределами своего ареала Поплывёт куда-то вниз На дно Но мало кто хочет отправляться на дно Цикломедуза, я думаю, не исключение Хотя у неё интеллекта нету Отправляйся, цикломедуза, на дно Вот что я ей скажу В общем, короче, нам нужно Обеспечить этой медузе Подходящий ареал обитания Подходящую зону Это получается море И температура от 20 до 30 Ну, будут получаться только другие медузы Стоит ли этим заниматься, я не знаю Опять же, это тупиковая ветвь эволюции Из трубчатых, коралловых Я не знаю, как они правильно называются В общем, буду называть их кораллами Тоже, в принципе, ничего нового Получиться не может Кораллы, получатся кораллы Современные, обычные кораллы Да, они разнообразят морское дно Возможно, будут пищей для каких-то живых организмов Но пока не знаю Пока неизвестно Панцирный фокопс Это прикольно Из него получается Из него получаются паукообразные Ну что ж, довольно логично На самом деле У него много ножек Он выберется на сушу И панцире ему, наверное, уже не понадобится Потому что, естественно, хищников будет гораздо меньше Чем под водой И он уменьшится в размерах Что, опять же, позволит ему прятаться от хищников И он сам станет лютым хищником Довольно серьезным Получит механизмы Атаки И защиты А именно я говорю про яд сейчас Ну вот А на Малакарис Эта тупиковая ветвь Меня, конечно, это супер сильно печалит Какой же он классный Как же не хочется, чтобы он оставался В истории Просто в аналог истории Мы его запомним, конечно Но Будут ли его помнить другие живые существа Как своего отца Как своего деда Я не знаю Да Ничего Хотя, смотрите-ка Из факопсов тут много чего получается Цветки А, это, наверное Морская звезда Еще одна ракообразная Наутилус, по-моему, он называется Не знаю Так, так, так Медузы А, это не медуза Это Чертов осьминог Или кальмар Скорее кальмар Судя по вот этим вот зонтикам У него на голове Шапочки Ну и тигр Лев Из него получится котик Конечно Надо будет разбивать Елки-палки Дружище От тебя многое зависит Факопс Хорошо А вот наша Пекая Самый главный живой организм Популяция составляет 320 тысяч Так что жить, я думаю Он будет очень долго Давайте дальше Не будем заглядывать В энциклопедию Чтобы было интереснее Просто перейдем опять К игре И посмотрим Что мы можем сделать Для того, чтобы жизнь Процветала Да, наверное, пока ничего И не нужно делать Всех все устраивает На нашей планете Мы можем просто следить За эволюцией Но гору Все-таки Хотя бы одну нужна Цикла Что там? Что-то появилось И сразу проскочило Блин, я слишком быстро Переватываю время Вперед Буквально прошло 100 тысяч лет И уже появился Новый вид организмов Элратия Фокопсы Ну, все очень привычное Велопекая Кстати, это тоже Тупиковая ветвь Нам нужна Обычная пекая Велопекая Не подходит А вот он Сайлокантус Это еще какой-то Вид рыб Сайлокантус Как же Наверное Бомбит у людей Которые знают Правильное произношение И они слушают меня Ну, друзья Уж извините Я пытаюсь По крайней мере Говорить правильно Я говорю неправильно Если я говорю неправильно Я это делаю не специально Так, где-то, кстати На глубине Эта штуковина плавает Осталось понять Где? Вооо На дне морском Кто-то все-таки Тусит на дне Вот только добраться До него Чтобы увидеть Это кто-то Друзья Это офигенная Глубоководная рыба Давайте ее щелкнем Прикольненько Она Обитает В глубоком океане Блин, она красивая Похожа на какого-нибудь Покемона Был такой водный покемон В виде рыбы В виде карася Вот это прямо он Сто процентов Короче, друзья На нашей планете живут Не только рыбы И пика И на нашей планете Живут покемоны Это прямо Next level Эволюционные Да Все, все не зря, друзья Все не зря Развитие идет полным ходом Ладно Давайте все-таки Какую-то гору сделаем Может быть Это повлияет на появление Новых живых организмов Повлияет на то Чтобы Что рыбы захотят выходить Наконец-таки на сушу Пора 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 выходить Вас тут ждут Где бы гору создать А давайте вот тут Смотрите-ка Офигенное есть место Но там много растений Мы можем поднять их выше Над уровнем моря И по итогу Они во что-нибудь Эволюционируют И станут пищей Для новых живых организмов Ну не знаю Давайте Так С этим управлением Блин Оно реально похоже изменилось Создавать горы Просто супер Некомфортно Нету жаль Инструмента сейчас Для создания гор Поэтому приходится Вот так вот Из Изощряться И что-то пытаться делать Ну как вот сейчас Нам нужно Это будет кривая гора Ладно Так она и будет называться Кривая гора Главное что это Как гора Так Давайте ее Вот хотя бы здесь Делаем поровнее Наверное Вот так Ну Блин Неправильно Да Ах Перестарался Ну ладно Давайте так Зато На ней будет Блин Какой-то крест получился Я не хочу ставить крест На своей цивилизации Друзья Она только зародилась Давайте сделаем так Во Смотрите-ка Можно было просто Эту проблему Реально быстро исправить А этот шпиль Я тоже по итогу Ну просто срежу И получится нормальная Адекватная гора Которая всех устроит Ну Всех живых организмов На ней есть Несколько уровней Это очень важно И давайте не будем Ее делать прямо Геометрически верной Ну а сделаем Такой немного безобразной По-моему Это даже красиво будет Вот такая у нас Получается небольшая гора Для начала И этого более чем Достаточно Также я бы хотел Провести здесь Еще одну реку Чтобы у нас Влажность суши Была везде Примерно одинаковая Это тоже Очень влияет На развитие организмов Видите Суша покрывается Травой Только Исключительно Вокруг воды До сюда Вода пока не добирается Надо С этим что-то сделать В принципе Очков хп у меня Очень много Ой-ой-ой Не та кнопка Очков хп у меня много И я немного Погружаю на дно Некоторые цветки Но не беда Так Может быть поглубже Нужно делать эти водоемы А то получается Реально обычная речка Причем не самая Красивая внешне Опять же Слишком геометрическая Хотя Че я говорю Игра-то состоит По сути из кубов Ничего страшного Если она такая будет Местами можно Кстати Ее прокопать вглубь Давайте здесь будет Небольшой Глубокий водоем Ну Опускай Такс Еще глубже Здесь наверняка Зародится что-то Очень интересное Здесь давай Глубже Глубже Не останавливайся И здесь Чуть-чуточку Глубже Ну шикарно Опаньки Заодно и бонус заберу В общем да Здесь у нас будет Северное море Здесь у нас будет Север На юге у нас будет Юг А на севере у нас Будет север Но пока мы для этого Ничего не делаем Здесь нужно будет Горы возводить Чтобы охладить Немного поверхность Что ж Температура воды Достигает 41 градуса Это не совсем хорошо Возможно Это негативно скажется На развитии Некоторых Живых организмов Ну сейчас посмотрим Давайте медленно Запустим аккуратно Эволюцию вперед И посмотрим К чему это приведет Фокопс чувствует себя Просто изумительно А вот Сайлакантус Сайлакантус Почему-то Не совсем Ему нравится Жить на нашей планете Он сам залез Причем на большую глубину Прошу заметить Я его не заставлял туда Астраспис Хотя нет Нет-нет-нет Это была Временная Временная неудача Временное вымирание Популяции Ничего страшного Не произошло Возможно Они наткнулись На хищников Не знаю Они молокарисы Питались рыбами Или они только Пикайами питались Но тем не менее Сайлакантус Вымрет сейчас Андреалепсис Зато развивается И у нас появляется Динортис Какая-то Странная Морская звезда Стоит на нее Посмотреть Конечно стоит Я как ответственный Бог Должен следить Абсолютно за каждым Живым организмом На нашей планете Давайте его найдем Правда Вот я его нашел Он где-то у нас Вот где-то здесь Нет Ну зачем ты опять Это делаешь Я только хочу перемещаться А ты Мгновенно Стараешься Сразу возводить горы Нам пока этого не нужно Мы сделаем еще горы Всему свое время Когда появится механизм Для возведения гор Так, куда? Вот сюда Но он тут на карте Вот он Вот он Блин Офигенная маскировка У него изначально Да? Врожденный перк Он молодец Умеет маскироваться А это обычная ракушка Черт возьми Обычная ракушка Ну пускай живет Пускай стоит Лежит Здесь плавает Я не против Я рад любому организму На планете Абсолютно любому Надеюсь Каждый из этих организмов Скажет мне в итоге спасибо Но они даже не будут знать О том что мы существовали И им помогали Так что касается инструментов Так что касается инструментов Блин до сих пор нету инструмента Для возведения горы Я не хочу тратить семена эволюции Или мутации И без этого все хорошо В общем-то Давайте тогда Там еще что-то есть Да? Мигает? Нет? Показалось Давайте тогда Сделаем тут еще возвышенность Чтобы хотя бы немножечко Охладить Пыл нашей планеты Будет опять такая Странная очень гора Непонятная С дыркой Дырявая гора Такое название Я ей дам Вот такая вот она будет Высокая Нужна высокая гора Вот температура Начинает понижаться Когда мы возводим гору Хочу держать ее В районе 40-39 градусов Я думаю Это самая приемлемая Температура Будет на данный момент Так Будет большая Красивая гора Здесь еще Шикарная Шикарная Просто шикарнейшая Не знаю Смогут ли до сюда Добраться живые существа Это у нас опять же Просто радиации Радиатора В общем это у нас Планетарный радиатор Для охлаждения планеты Чтобы все было хорошо Но я очень хочу Чтобы здесь появились Какие-то живые организмы Мне безумно хочется Доберутся они До сюда по водоемам Не доберутся Большая для меня загадка Нужно вырыть Наверное водоем Шире С одной стороны Он будет низководным А с другой Ну мелкий А с другой Глубоководным И в итоге Организмы живущие На маленькой глубине И на большой Смогут по нему перемещаться Как раз таки В наш вот этот Резервуар В наше красивое Водохранилище Кстати давайте О водохранилищах Давайте его Опять расширим Так Сы Очень хочется Блин мне сделать Какую нибудь речку Реки не хватает Но для этого Нужен инструмент Инструментов пока Создающих реки Есть Есть инструмент Создающий реки Что ж Мы сделаем речку Именно Где нибудь здесь Так Нужно аккуратно Не перестараться Мне бы Слишком Слишком Дофига Давайте Наверное Так 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 Температура падает Да И вот здесь Мы проложим реку Стоп Почему Мне нужно Три на три Иметь пространство Земли Только тогда Я смогу Проложить речку Что ж Придется тут Немного поколдовать Чтобы было Три на три Так Готово И вот здесь Во Теперь можно Проводить речку Давайте Спустим ее с гор Будет по моему Очень даже симпатично Отлично А теперь Небольшие Манипуляции Тут и там Ай Нет 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 Не закрывай ее Давай мы спустимся сюда С тобой дружище Красноголовый Не Какой же ты неудобный Какой же ты гадкий Вот вот Что мы хотим с тобой сделать Ты же стараешься Ради природы И вокруг речки Автоматически Сразу появляются Какие-то маленькие Травинки Какие-то цветочки Это здорово И выглядит по моему С ног сшибательно На этой прекрасной ноте Друзья Мы пожалуй С вами и остановимся Если вы хотите Чтобы следующий ролик Вышел быстрее Вы можете поддержать меня С помощью лайков А можете этого не делать Ролик все равно выйдет Как можно быстрее Я постараюсь Большое спасибо За внимание За просмотр До новых встреч Эволюционируйте Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok